Спасибо. Ну, у нас все выступающие свои выступления закончили, и я думаю, что мы можем перейти к сессии вопросов и ответов. Я призываю всех желающих эти вопросы задавать. Да, пожалуйста. А, вот там вот... Ну, давайте сначала там, потом да, давайте. Нет, нет. Там просто уже дали микрофон чуть дальше. Поэтому, да. Ну, давайте тогда я сначала... Меня зовут Масимилианов Зановный. Я занимаюсь управлением финансовых рисков, работаю для банков, работаю в половине стран европейских. И мой вопрос к господину Мокетти. Ну, частично наш коллега Ларивер уже ответил. Ну, а капитализм, как все знаете, основан на кредите. Хотя кто-то предпочитает видеть отражение этого явления, то есть долг. Ну, господин Мокетти сказал, что кризис начался, когда у нас получило бурное развитие системы финансовых, частных финансовых институтов. Но ведь долг растет тогда, когда государство увеличивает задолженность, чтобы предоставить какие-то новые возможности частным, предпринимательным. И появляется моральная проблема, иногда трансформируемая в политическую. Поэтому я прошу, хочу спросить у господина Мокетти, почему вопросы политики постоянно трансформируются в вопросы этики и морали? Да, я понял. Я понял. Ну, если я правильно слышал, что-то было в наушниках не так. Если я правильно понял, я хочу знать, почему государственный долг рассмотрится как моральная проблема, а задолженность частных и предпринимателей ни таковой не является, вместо того, чтобы остаться просто чисто экономическим вопросом. Я лично, я вот здесь уже вспоминал немцев по этому поводу, но мне кажется, что со стороны политических систем, со стороны государственных учреждений был такой подход, когда вопрос рассматривался, когда долг рассматривался как вина некая. Возможно, в 19 веке люди, обанкротившись, спускались в поле в лоб, но в Соединенных Штатах банкротство каждый день, и никто себя не убивает, не заканчивает жизнь самоубийством. И в нашей стране, и в Европе вообще в целом вопрос долга в таком ключе не рассматривается. Более того, в течение длительного времени принято было считать, что определенный процент задолженности, ну скажем, большой процент задолженности является инструментом, чтобы повысить эффективность использования собственных средств, собственных капиталов. Ну, видимо, этот расчет оказался неправильным, потому что в 2007-2008 году именно задолженность домохозяйств в Соединенных Штатах привела к кризису и поставила на колени почти всю систему. Систему, которая рассматривала госдолг как опасность, потому что должник не был вынужден постоянно искать консенсус общественный, чтобы оставаться в рамках демокрадии. А вот такой идеологический подход, то есть неправильный, говорил нам о том, что частный сектор будет сам постоянно вносить коррективы, практически в режиме реального времени, устраняя и исправляя свои собственные ошибки. Но вот такого не произошло, потому что те, кто ошибались и банкротились, на их место придут другие. Но, к сожалению, эта парадигма не сработала. Поэтому я думаю, что это и... Не знаю, мне вот интересен еще один вопрос. Я хотел бы высказаться по поводу выступления представителя Газпромбанка, который говорил о том, что сегодня во все большей степени финансирование экономики идет у нас не из банковской системы, которая, в принципе, уже устоявшаяся, находится под контролем государства, у кого-то продвинутая, у кого-то менее развитая. Но это финансирование идет из теневого банкинга, который зачастую принимает формы, которые хотя бы на первый взгляд представляются даже более эффективной, нежели традиционная банковская система. Потому что они, если взять такой вопрос, как кредит предприятиям, а также... То статистика нам... А чтобы его выдавали так, как выдают потребительский кредит, не рассматривая в микроскоп претендента на кредит, вы понимаете, что затраты на выдачу таких кредитов при работе по-новому гораздо ниже. И все это уже можно... Похоже, что Колумбово яйцо мы нашли тем самим. И, ну, не знаю, как в данном случае, как бы, дьявол тоже свое лицо показывает. Я, наверное, прокомментирую этот... Действительно, с первого взгляда кажется, что теневой банкинг, шедо-бэнкинг в чем-то эффективнее, быстрее, скорость принятия решений и эффективность этих решений выше, чем в банковском секторе. Но нужно понимать, что банковский сектор имеет совершенно огромный опыт управления теми же самыми кредитными рисками. И когда мы начинаем выдавать активно, без четкого понимания индустрии, специфики и всех рисков, быстро кредиты, то мы создаем тот же самый пузырь, который у нас был. У нас были разные пузыри, у нас были пузыри финансовые, у нас были пузыри, если помните, интернет тот же самый в 2000 году был. Это еще один, это просто кредитный пузырь. И мы уже первые такие ласточки этого видели. Недавно у нас был один из крупнейших финтеков американских, наверное, не буду называть название, бы что их знали, уже был некоторый скандал с точки зрения количества рисков, которые были накоплены, с точки зрения качества этих активов. То есть финтек и shadow banking не являются ответом на все вопросы. Он представляет сейчас альтернативу, и где будет развиваться финансовый сектор через традиционные банки или через финтеки, скорее всего это будет гибрид. И гибрид будет там, что фундаментальные инфраструктурные транзакции, то есть то, что мы называем the grid, основа финансового сектора, все равно будет приходить через банковские структуры. А интерфейсы, общение с клиентом, очень много разных, скажем так, интересных ценных идей действительно могут уходить уже из банкового сектора в этот так называемый теневой сектор. Спасибо. Следующий вопрос. Меня зовут Гудзанетти. Я хотел задать вопрос, в первую очередь, сенатору Маккетти. Я, в первую очередь, хочу сказать, что я очень рад тому, как он относится к вопросам внутренней политики, но это не является темой нашей сегодняшней встречи. То, что меня несколько удивило, это его позиция, его сожаление по поводу того, что проект трансатлантического патриотства находится в фазе стагнации. И вот как раз сегодня было подчеркнуто, что в случае победы Хиллари Килинтон, то могло бы произойти более активное развитие отношений Европы и евразийских стран. Но Килинтон заявила, как здесь было разъяснено, что пока я там на посту, ничего подобного никогда не будет. И вот эти три проблемы, по счастью, Франция и Англия приостановили переговоры по трансатлантическому партнерству. Но несмотря на то, что сейчас мы видели бойкот со стороны НАТО, со стороны США, бойкот отношений с Россией, все это отражается негативно и на Италии, и конкретно на сельском хозяйстве области Венетру. Потому что мы ощутили на себе противосанкции российские, или же взять такую вещь, как машиностроительная отрасль. Если мы больше не работаем на рынке России, то это наша вина, это политика наша завела сюда, но на наше место придут другие страны. Поэтому я бы хотел сказать, что вот это трансатлантическое партнерство для нас просто опасно. Помимо вопросов, связанных с ГМО и с ослаблением контроля фитосанитарного, если мы, итальянцы, в среднем живем 4-5 лет больше, чем у американцев, возможно, потому что едим более здоровую пищу. И не случайно русским так нравились итальянские продукты, пока не было санкций. И потом, для нас, жителей Верона, вообще абсурд объявлять санкции России, чтобы поддержать Украину. Для нас, скорее, разумнее санкции быть Украине. Тем более, что сегодня наш мэр Тозе говорил с премьером Ренци, и Ренци сказал, что я позвоню сам президенту Украины, и наши картины в ноябре будут здесь украдены. Но, с другой стороны, совершенно никакого смысла посылать наших 150 солдат, чтобы они присоединились к 6 тысячам натовских военных на границах с Россией. Мы от России никогда ничего плохого не видели. И, тем не менее, за два года у нас, за два столетия, сначала Наполеон, там были и добровольцы итальянские, потом во времена Гитлера. Но однажды у нас после сражения под Березиной отход был, трагические возвращения на родину. Вы знаете там. И потом 100 тысяч замерзло в снегах российских. И какой смысл у вас в России, которая никогда ничего плохого нам не делала? Ну, я буду буквально как телеграф. Я абсолютно не придерживаюсь, как бы я не слепой сторонник ТТ-АйПи, или наоборот, как бы я не ориентирован на восток. Просто, когда речь идёт о торговых отношениях, надо быть всегда очень открытыми и иметь полное представление, полную картину своих национальных интересов. Считаю, что надо разделять данное беспокойство, что тут мало смысла в политике США, которая, с одной стороны, ну, как бы закрывается в крепости Соединённых Штатов, а с другой стороны высылает свою пехоту. То есть, мне кажется, что это какая-то шизофрения. Присутствие итальянцев путём 140 солдат. Ну, скажем так, скажем, это просто символичное присутствие. Символичное. Конечно, можно было и избежать этого символа, но на практике это никого не пугает. Я думаю, что наряду с этими инициативами есть также и такие инициативы, как, например, наша сегодняшняя, которая подтверждает большую заинтересованность нашей страны. И предложения, которые были выражены сегодня утром президентом Проди, это предложения, которые, с моей точки зрения, необходимо принимать очень серьёзного внимания со стороны нашего правительства относительно своей международной политики, внешней политики в рамках Евросоюза и не только Евросоюза. Так что, несомненно, я согласен, хочу лишь напомнить, насколько это имеет смысл, значение. Но я в своё время выражал, когда вот были приняты санкции, всё своё сомнение по поводу их эффективности. Их предлагал больше беспокоить о смысле южного потока, который надо было делать как дополнительный газопровод через Чёрное море. Не потому, что надо было быть в принципе против, а просто потому, что, ну, рассчитав всё как следует, взвесив всё как следует, с моей точки зрения, может, я и ошибался, мне никак, вот, я не мог понять, какова наша польза. Так что, в этом у меня были свои, как бы, оговорки. А вот, что касается санкций, у меня были прямо противоположные. И причём, такая позиция полностью отличается от немецкой, которая хотят ещё больше санкций, а потом делают Северный поток-2. Так что, тут действительно непонятно, что происходит. В общем, я считаю, что наша страна и Европа в их интересах быть открытыми и в сторону Атлантики, и в сторону Урала, в сторону Евразии. И не открываться, соответственно, только в одном направлении. Как говорил господин Ла-Ривера, сегодня мир уже не делится, скажем так, на два противостоящих союза. А тут 5-6 макрорегионов, и они все важные, и никто не может с ними не считаться. Здравствуйте, я Флавио Табанелли, Executive Review, Executive Intelligence Review. Поскольку сегодня утром говорили, что нету храбрых лидеров в Европе, Мукетти, но также остальные докладчики, что они думают по поводу того, что сейчас обсуждается в этих, в течение последних месяцев с июля, вот этой бомбы замедленного действия немецкого банка, Deutsche Bank. И Мукетти, в частности, который был согласен с Glass Eagle Act. Так вот, предложение относительно Deutsche Bank было бы, ну да, как бы спасти его, сохранить, но на этот раз не так, как было сделано в рамках договоренности в Большой Двадцатке, а при условии, что немецкий банк вернется к тем стандартам, о которых думал Альфред Гераузен, и, соответственно, вернуться к своему призыву в пользу промышленности и реальной экономики. Только и всего. Спасибо. Ну и телеграфически отвечу. Deutsche Bank уже много лет, как не является банком, связанным с реальной экономикой, а является инвестиционным банком. Самым крупным европейским инвестиционным банком и одним из главных в мире. Он больше входит в систему Уолл-стрита, нежели чем европейской системы. Ну, просто чтобы дать понять, как бы, в двух словах. Я вижу здесь президента Проди. Хотел бы вспомнить, как в 2011 году в газете «Курьер-два сыра» мы сообщали, что Deutsche Bank начал продавать итальянские гособлигации без того, чтобы итальянское правительство беспокоилось бы об этом. Вот это, как бы, акт открытого, открытый неприятие к нашей стране. К сожалению, тогдашнее правительство было занято, как бывало зачастую и в том правительстве, и в последующих, были заняты своей собственной маленькой кухней. И не видели, какая надвигалась гроза. Deutsche Bank уже много лет их счета, с моей точки зрения, не соответствуют, ну, как бы, не в порядке. Достаточно посмотреть, какова была имущественная ситуация их дериватов, согласно бухгалтерским, международным и американским принципам. Вот, как говорят, что не все в порядке в Дании. Ну, вот, сейчас вот, все, что не в порядке, вышло наружу. И надо всегда смотреть на стакан, что он полуполный. Если он не полуполный, то пора, так или иначе, туда налить немного вина. В надежде, что обнаружение проблемы Deutsche Bank призовет европейского регулятора делать то, что они делали с менее влиятельными банками. То есть, надо менять правила, когда проблемы являются циклическими. а не антициклическими. То есть, соответственно, помочь решить вопросы. Когда речь идет о банке Monte dei Paschi di Siena, или Banca Etruria, или Popolare di Vicenza, то единая европейская служба, как бы, очень строгая. Посмотрим, насколько она будет строгой с Deutsche Bank. проведя реальные расчеты, сколь велика проблема Deutsche Bank. А, следовательно, в решении, предложении решений вопроса. И я считаю, что при таких расчетах Deutsche Bank ощущение, что они, как бы, слишком широко на это смотрят сквозь пальцы. А вот если европейский надзор не будет прибегать к двойным стандартам, то они обнаружат, что политика, которая придерживалась до сих пор в банковской отрасли, это политика, которую требуется необходимо пересмотреть. Один из докладчиков, не помню сейчас кто, говорил о дедуаризации, ну, в общем, о роли региональных валют. Но я бы хотел спросить, вот именно в рамках Евразии и союзного государства Россия-Беларусь, как это функционирует. То есть, мне кажется, что идея хорошая, но практически затруднения и разногласия, разночтения даже в этих меньших общинах взаимного обмена до сих пор существенные. Вопросы, или по всему ко мне. Ну, приведу статистику, не буду там до десяток долей, но вот в торговле между Белоруссией и Казахстаном доля рубля достигала 60-70% и совершенно свободно, да, за исключением, может быть, энергоносителей, проводился клиринг расчетов, да, потому что, в принципе, рубль, как платежное средство, нормально принимается и в Казахстане, и в Белоруссии во внешних торговых сделках, это абсолютно нормальная история, да, вот если говорить про Россию и Китай, например, то очень последовательно, да, в течение последних трех лет активное взаимодействие нашего Центрального банка России и Народного банка Китая привело к тому, что налажен тоже устойчивый клиринг в рублях и юанях в расчетах во внешних торговых сделках, доля пока не слишком большая, вот, но в принципе она все время растет, да, и в общем, если смотреть на сообщения нашего Центрального банка, объем вот этих вот взаимных клиринговых гарантий, он ежегодно увеличивается, и действительно, это абсолютно работающая, нормальная история, Китай сам по себе, да, вот если говорить про Европу, про Америку, за последние 10 лет провел активную работу, да, и создал несколько центров офшорной торговли юанем, то есть за пределами Китая идет клиринг на десятки и сотни миллиардов юаней, и в общем-то это вполне-вполне понятная технология, она работает, и я подчеркиваю, если раньше, например, в 90-х годах, да, расчеты в рублях или в рупиях или в юанях, да, они проводились так называемым по такому вручном режиме, да, то сейчас во многих валютах с рублем и с юанем и с другими валютами региональными платежи проводятся автоматически, это абсолютно такая же процедура, как платежи в евро или в доллары. Спасибо. Теоретически у нас есть еще примерно 10 минут, но практически мы сильно запоздали, и для того, чтобы чуть-чуть уменьшить отставание, я думаю, что мы закончим нашу панель. Я благодарю всех участников. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok